Пять стран ИС поддержали выпуск военных облигаций для борьбы с имперскими амбициями РФ. Ряд стран Европейского Союза поддержал предложение о совместных оборонных облигациях, направленных на укрепление оборонной промышленности блока. Речь идет о Германии, Франции, Италии, Испании и Польше. Об этом сообщает новость Украина со ссылкой на Евроньюз. По словам министра иностранных дел Польши Родослава Сикорского, это событие является большим делом. Польский министр добавил, что соответствующая разработка военных облигаций ИС поможет Европе жестко противодействовать имперским амбициям России. Такое заявление главы МИД Польши было сделано на совместной пресс-конференции в Варшаве со своими коллегами из Германии, Италии и Франции. На предыдущей встрече также присутствовали высокопоставленные дипломаты Испании и Великобритании по видеосвязи, после чего была принята совместная декларация всех присутствующих стран. Как рассказал Сикорский, министры стран-членов Блока согласились, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, и это включает в себя более сбалансированное распределение бремени между членами НАТО. Путинская Россия будет оставаться одной из самых серьезных угроз безопасности не только Европе, но и мировому порядку. Ее целью остается постоянное уничтожение европейской архитектуры безопасности, отметил он. В ходе мероприятия главы МИД стран и ЕС также обсудили усиление военной поддержки Украины со стороны Европы и связи с Соединенными Штатами Америки под руководством нового президента Дональда Трампа. Отметим, что Трамп ранее неоднократно заявлял, что Европа должна приложить больше усилий для своей защиты на фоне широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины. Напомним также, 19 ноября стало известно, что группы стран Евросоюза подписали письма о намерениях по совместной разработке конкретных типов вооружений. Это – часть усилий ЕС по сотрудничеству между правительствами государств в оборонной сфере.